Первое сентября В этом году мы постарались сделать заявку максимально проще, постарались сделать ее интуитивно понятнее Мы приготовили специально для вас небольшую видеоинструкцию по ее заполнению И если вы готовы отправиться с нами в это маленькое, но очень увлекательное путешествие, я предлагаю сделать это прямо сейчас Для того, чтобы подать заявку на участие в нашем чемпионате, вам нужно в главном меню нажать на кнопку, которая выделена красным цветом заявка После чего перед вами откроется подробная, но при этом небольшая инструкция по ее заполнению Я предлагаю вам очень внимательно ознакомиться с каждым пунктом Особенно прошу обратить ваше внимание на те предложения, которые выделены жирным шрифтом После того, как вы все прочитали, вы можете ее закрыть, нажав на крестик и перейти непосредственно к заполнению заявки Если в процессе заполнения вам становится что-то непонятно, вы можете всегда открыть инструкцию, нажав на эту кнопочку Как вы видите, инструкция вновь появляется перед глазами Ну а прямо сейчас переходим непосредственно к заполнению Итак, выбираем пол команды, я выберу мужской Далее, краткое название общеобразовательного учреждения Я учился в школе номер 127, поэтому я напишу именно ее Номер 127 Великолепно! Далее, название школьного баскетбольного клуба Если у вас уже есть школьный баскетбольный клуб с прошлого года Имеет название, вы вписываете его в эту строку Если у вас нет школьного баскетбольного клуба, мы предлагаем вам придумать название Создать свой школьный баскетбольный клуб и также занести название в эту строку Далее, выбираем федеральный округ Поскольку я нахожусь в городе Перми, я выбираю Примолжский федеральный округ Сразу же в строке регион у меня появляется выпадающий список, что очень удобно В котором я могу выбрать область или край, где я нахожусь Пермский край Великолепно! Далее, муниципальный район Поскольку я нахожусь в городе Школа номер 127 находится в Мотовелихинском районе Соответственно, я пишу Мотовелихинский район Если ваше учебное заведение находится в области или в крае Соответственно, вы пишите название района, где находится ваше село, деревня, поселок городского типа и так далее Следующая строка – это населенный пункт Для начала выбираем населенный пункт У меня это город, как вы видите, список достаточно большой Поэтому вопросов возникнуть не должно И, соответственно, я пишу Пермь Отлично С этим справились Переходим к основному составу игроков Как вы уже обратили внимание Нынче мы увеличили количество игроков до 16 И это не случайно Как прописано в регламенте Вы можете заявить количество игроков только один раз Далее, какие-то новые игроки в процессе чемпионата до заявляться не могут Соответственно, мы предлагаем вам продумать все потенциальные замены с самого начала и внести их вот в этот список Итак, ну, фамилия, имя, отчество, по-моему, здесь все достаточно понятно Я напишу Петров Алексей Семенович Далее Появился новый столбец Класс Ну, здесь все просто Здесь вы можете просто выбрать Я выберу восьмой Далее, дата рождения Здесь также все понятно Формат не изменился 1990 Даже не так 95 Вот так Отлично Далее Серия номер паспорта Обращаю ваше внимание, друзья, на то, что серия и номер паспорта не отображаются при просмотре заявок другими лицами То есть они нужны только для нас Они хранятся в нашей базе И на сайте серия и номер паспорта не отображаются Поэтому ничего не бойтесь Пишите смело Я вот напишу, например, 0795 И далее 123456 Великолепно То же самое мы проделываем с адресом Пусть это будет улица Старцево Допустим, дом 45 Квартира 68 Великолепно Рост Но здесь тоже все просто Я напишу 190 Даже в бриф не сказал Далее выбираем амплуа Пусть будет центровой Все, первое поле заполнено С чем я вас и поздравляю Таких полей минимум должно быть заполнено 8 Если количество игроков в заявке меньше 8 Заявка не отправится Поэтому прямо сейчас Я сделаю клонов Петрова Алексея Семеновича В количестве 8 штук Соответственно Всем им поставлю 8 класс Великолепно Дата рождения тоже пусть будет одна Номер паспорта Тоже Вот видите А все говорим о том, что Планирование людей невозможно Видите, с какой легкостью это делаю я Великолепно Далее Домашний адрес Рост Амплуа Супер С этим мы справились Осталось только написать должность Ну и я напишу директор школы Также Фамилию, имя, отчество Пусть это будет Семенов Петр Алексеевич Супер, друзья Переходим к следующему блоку Анкета сопровождающих Лиц Анкета сопровождающих Лиц Это достаточно Небольшой Простенький блок Который мы Очень быстро с вами Заполним Итак Фамилия, имя, отчество Сопровождающего Номер 1 Иванов Михаил Аркадьевич Педагогический стаж Это Также Поле не обязательно для заполнения Но я напишу 5 лет Например Дата рождения 12 06 73 Вот так, например Серия номер паспорта Доложенность Здесь вы также можете выбрать Тренер, помощник тренера Или просто сопровождающий Я выберу тренер Мобильный телефон Как вы видите Плюс 7 уже у нас Образилось Остается только Написать Остальные цифры Здорово Адрес электронной почты Друзья Вот я попрошу вас Отнестись К заполнению Этого поля Именно у Первого сопровождающего Очень внимательно Почему? Потому что Заявка Будет приходить В том числе И на этот адрес Ну я напишу Свой Отлично Ну пусть у нас Таких Ивановых Михаилов Аркадьевич Вот здесь Вот даже С маленькой буквы Надо поправить О том Что же Ведь не дело Отлично Будет Три штуки Сополняем Ну предположим Что педагогического стажа У второго и третьего Персонажа нет Отлично Серия номер Паспорта Также Дата рождения Та же Пусть это будут Просто Сопровождающие Которые будут Время от времени Брать телефон Брать телефон Не будут они Видимо Брать телефон Ну не страшно Вообще Мы напишем Вот так Супер Здесь Ну так же Если есть адрес Электронной почты Его нужно указать Я укажу Все друзья Мои поздравления Вам Только что Мы заполнили Еще один блок Который называется Анкета сопровождающих лиц И переходим К последнему Блоку Нашей заявки Реквизиты Учреждения Ну что же Я могу сделать Нехитрое заключение У нас остался Только один блок Для заполнения В нашей заявке Он называется Реквизиты Учреждения И так Как вы видите Краткое название Учреждения У нас имеется Поскольку мы Всполняем его выше Пишем полное название Муниципальное Образовательное Учреждение Среднее Образовательное Школа Номер Номер 127 Справились Далее Название Школьного Спортивного Клуба Здесь его нет Потому что мы С вами Не заполнили Его наверху Исправляем Ситуацию Пишем Драконы Учебное Заведение Далее Адрес Электронной Почты Тоже очень Важное Поле Для заполнения Поскольку На этот Адрес Также придет Бланк Заявки Которую Вы Отправить Руководитель Учреждения Ну пусть Это будет Директор Школы Пишем по-английски Директор Школы Отлично Телефон Плюс 7 Также Есть Вводим Код Города Перми Это 342 Ну и далее Непосредственно Сам Телефон Факс Ну факс Я сделаю Тот же Хотя нет Давайте Разнообразим Отлично Интернет Сайт Также Поле Не обязательно Для заполнения Если у вашей школы И у вашего Учреждения Имеется Свой официальный сайт Это здорово Указывайте Если нет То ничего Страшного И Наконец Я Ниже Подписавшийся Здесь Также Должность Я напишу Директор Школы Фамилия Имя Отчество Так Семенов Петр Алексеевич У нас По-прежнему Директор Школы Так Все Лишнее Уберем Все Друзья Друзья Неправильно И так Надеюсь Что Я все Заполнил Правильно Нажимаем Кнопку Отправить Вообще Я рекомендую Друзья Друзья Давайте Мы зайдем На электронную почту В данном случае Я захожу на ту почту Которую указывал в заявке Для того Чтобы посмотреть Пришла ли заявка Действительно Здорово Заявка пришла Это подтверждает письмо В котором написано Уважаемый Семен Семенов Петр Алексеевич Ваша заявка На участие В чемпионате Шибелка С баскет Сезона Так вот Принята Супер Важно Оригинал заявки Необходимо иметь при себе На всех играх Копию заполнения заявки Необходимо передать Главному Судье Соревнований И ниже Вы видите Где можно посмотреть Анкету Где можно Скачать Анкету Для того Чтобы ее Последствий Распечатать Наше поздравление Теперь Ваша заявка Находится В нашей базе Участвуйте В нашем чемпионате Играйте И выигрывайте Кэс Баскет Твоя игра Твоя мечта Продолжение следует...